С августа в России вступили в силу поправки в федеральные законы о животном мире и об охоте. Они допускают добычу редких животных в так называемых исключительных случаях. Поправки исключают положение, которое запрещало любые виды охоты на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу. Пять особых случаев. Это устранение угрозы жизни человека, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных других домашних животных, так и обеспечение традиционного угроза жизни коренных малозначительных народов Севера. С начала 2021 года действуют и другие изменения в правилах охоты. Они касаются коллективной охоты, применения нарезного оружия, световых приборов и тепловизоров, а также направлено на борьбу с браконьерством. Все участники коллективной охоты в случае осуществления загона обязаны носить светоотражающий жилет. Также внесены были пункт четвертый правил охоты. Это то, что нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты, с собаками, охотничьи породы ловчими птицами, поравниваются к охоте. Но это как бы в правилах охоты на общество. В нашем законе об охоте, 29-м федеральном законе, данный пункт уже был давно, он с 2009 года. В правила добавились два новых пункта. Первый дает четкое определение охоте. Это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов или добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Второй приравнивает к охоте любое нахождение в угодьях с орудиями и продукцией охоты, собаками, охотничьих пород и ловчими птицами. Кроме прочего, введены ограничения на калибр нарезного оружия. Осенний сезон в нашем регионе – это в основном охота на птиц. И ограничения касаются только количества добытых особей. В данный сезон, скажем так, 2021 года, летняя осенняя охота у нас идет на водоплавающую, боровую, стекную и полевую дичь. Но он продлится с 3 суббота августа по 30 ноября. Соответственно, боровую дичь будет до 31 декабря 2021 года. Водоплавающие – это кусь, утка, лысуха, стекная полевая куропатка, саджа. Но, опять же, не на все виды разрешено, скажем так, за некоторые виды необходимо платить, для получения разрешения платить сбор за пользу объектами животного мира. На некоторые у нас виды занесены в Красную книгу в Рязанской области. Допустим, за глухаря, тетерево, если вы хотите получить, необходимо платить сбор. Новые правила запрещают охоту на птиц с применением оружия с нарезным стволом. Категорически запрещено применение любых световых устройств для добычи птиц. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».